Гамар Джоба Мы приехали в Грузию, чтобы узнать, может ли долгая и успешная карьера в Европе поменять взгляды на жизнь. Что сложнее, предстоять лучшим нападающим мира или контролировать строительство дорог и парков. С какими проблемами сталкивается человек, отвечающий за город-миллионник. И как в этом может помочь футбольный опыт. Будет интересно. Давайте с нами. Стандартный день. Все связано с городом. Рано утром приезжаю на работу. Естественно, совещание с помощниками. Заранее планируем, что должно быть сделано в течение недели. Какие шаги нам надо сделать? Как продвигается развитие тех или иных проектов? А также стараюсь каждый день уделять один час времени самому себе. Тренировка для меня очень важна. Она для меня является некой разгрузкой. А разгрузка мне очень помогает. Потренировался и дальше в течение всего дня концентрируешься только на работе. Друзья, у нас нет времени ждать. Нет возможности обустраивать одну улицу в течение года. Важная улица, я имею в виду. Но развитие этих проектов принципиально важно. Я прекрасно понимаю вас. Когда вы приезжаете в европейские страны, в европейские города, вам очень нравится их обустроенная инфраструктура. Я еще раз хочу извиниться перед населением, но, друзья, мы все живем в этом городе и все хотим его процветания. Георгий, скажи, а ваши отношения с Кахой как-то изменились, после того, как он стал министром, потом мэром Тбилиси? Нет, конечно. Нет. Не, не отдаляется. Наоборот, каждый день собираемся, например, в неделю 3-4 раза играем в футбол. Не, не, Каха скромный человек. С Кавадзе вы играете в футбол каждый день? Да, так. А, например, в неделю он играет 4-5 раза, например, я 2-3 раза, если сил есть. Я уже старый, больной человек. Да хватит, сколько тебе лет? 47-47. Да, сейчас. Ты, как грузин, тбилисец, можешь и человек, который имеет доступ к Кавадзе, свои мнения высказывать по одному или по другому вопросу? Ну, объективно, я могу видеть, например, больше, чем ты. Конечно. Да, да. Ну, это да. Что-то передать? Да нет, я же не местный. Ты уже приезжаешь же. Да, часто приезжаю. Что-то нравится, что-то, например, мне, да, можешь же сказать, мне передам. Хорошо, договорились. Хорошо, обязательно. Когда Кавадзе после окончания карьеры пошел в политику, ты в его компаниях как-то участвовал? В выборных компаниях? Конечно. Ты ходил, агитировал? Да, ну, конечно, друг же, конечно, я агитировал. А как вы отмечали победу Кахи на выборах последних? Ну, население Тбилиси отмечал. Ну, ты лично как отмечал? Лично? Ну, поздравил. Вина выпил грузинскую, нет? Нет, чуть-чуть, но я вообще не пьющий, но чуть-чуть выпиваю иногда по праздникам. Я так левый. По этим делам я очень слабый. Ну, победа Кахи разве это не праздник? Победа Кахи очень большой праздник. Ну, отмечали в офисе, да. Памятный день был. Меня всегда интересовало происходящее в моей стране. Как она развивалась, что надо было менять. Всегда был интерес именно такого плана. Я скажу, что это решение было продиктовано ситуацией с правами и свободами человека в нашей стране на тот момент. В 2011 год я всегда думал об этом. И в 2011 году, когда господин Бедзина Иванишвили сделал заявление на желание начать политическую деятельность, как раз тогда к завершению близилась моя футбольная карьера. И тогда я принял решение стать рядом с таким человеком и поддержать его. Почему политикой? Вы объяснили, но тем не менее, можно было стать тренером, можно было вообще экспертом на скайспорт сработать в Италии, красиво в Милане жить. Да, я мог бы, наверное, находиться в стороне от политики, спокойно жить в Италии со своей семьей. Хотя еще раз замечу, у меня к своей стране особое отношение, особая любовь. Когда я играл в итальянском Гранде, я все равно всегда отдыхать приезжал именно в Грузию. Я всегда приезжал, и зимой, и летом, когда была такая возможность. Потому что с этой страной и с этими людьми меня всегда обедняла особая любовь. Много друзей, родителей, ведь все они были в Грузии. И я всегда сопереживал происходящему здесь, всегда радовался, когда успешно реализованы какие-то проекты. И при этом очень переживал за политическую ситуацию в стране. Я всегда воспринимал это близко к сердцу. И, не знаю, наверное, любовь к стране и к людям меня сподвигла принять такое решение пойти в политику. Уже 20 лет латиноамериканские сборные не выигрывали чемпионаты мира. Последний раз это удавалось в Бразилии в 2002 году. А в России 4 года назад ни одна сборная из Южной Америки даже не дошла до полуфинала. Все 4 места заняли европейские команды. Смогут ли латиноамериканцы отыграть позиции и вернуть трофей в Южное полушарие? Одна из главных интриг турниров Катри. Лично мне бы очень хотелось, чтобы это случилось. И в отсутствии России и Италии мои симпатии в ближайший месяц будут на стороне Аргентины. Если вы уже тоже определились со своей любимой командой на этот чемпионат мира, то не забудьте выбрать ее в приложении VinLine. В прошлых выпусках я уже рассказывал про новый раздел «Любимый клуб», а специальный к чемпионату мира VinLine выпустил обновление. Теперь в приложении можно выбрать и любимую сборную. Как только вы это сделаете, вам станут доступны повышенные коэффициенты на все матчи этой команды в Катаре. Вот, например, стандартный коэффициент на Аргентину в потенциально самом горячем матче группы С против Мексики. А вот повышенный, когда Аргентина выбрана как «Любимая сборная». Кроме того, «Любимая сборная» подразумевает и обновленный магазин подарков, где вы сможете обменивать накопленные бонусные баллы на мерч и сувениры с символикой чемпионата мира в Катаре. Каждая ваша ставка будет принята моментально, всего каких-то 3 секунды, и вы в игре. Ну и не забывайте про наши любимые ставки на победителя чемпионата мира по футболу. Будет это Аргентина, Бразилия, Франция или кто-то еще. Выбор за вами. Так, ну и мне время сейчас выбрать Аргентину как мою любимую сборную чемпионата мира в Катаре. Открываем приложение «Винлайн». Тут все очень просто. Раздел «Чемпионат мира». Любимая сборная. И это Аргентина. Дороги обратной нет. Я за Аргентину. Скачиваем мобильное приложение «Винлайн». Выбираем любимую сборную и получаем огромное удовольствие и эмоции от чемпионата мира «Винлайн». Наслаждайся игрой. Каха, скажите, Сильвия Берлускони – это прирожденный политик? Что касается Берлускони, он, безусловно, очень успешный человек. Он очень успешный бизнесмен. И да, успешный политик. Так как он три раза смог стать премьер-министром страны в последний раз в 2008 году. Это очень непросто. Большой политик. Безусловно, это его заслуги. Но также это заслуга его финансовых возможностей, несомненно, его талант. Конечно, так. Да, он успешный человек. Он смог сделать все так, что успехи Милана ассоциируются именно с ним. С тех пор, как он стал президентом клуба, Милан стал развиваться. Милан стал добиваться больших успехов. И на клубном уровне Милан выиграл абсолютно все, что только можно выиграть. Последний раз у меня была возможность поздравить его с днем рождения несколько лет назад, еще до пандемии. А он вас поздравлял с тем, что вы стали мэром Тбилиси? Да, естественно. И в первый раз в 2017 году, и во второй раз в 2021 он позвонил и поздравил меня с вступлением в должность мэра. Какие советы брали у Берлускони? Все же вы пошли в политику. Министр энергетики, мэр. И у вас владельцем клуба, человек, с которым вы общались, был премьер-министр Италии. Брали советы? Ну, вообще, еще когда моя футбольная карьера близилась к завершению, я принял это решение, что пойду в политику. Я тогда доигрывал последний год в Дженуа, но решение уже было. И тогда я попросил его о встрече и на ней сообщил о своем решении. Он меня предупредил как раз о том, что я должен быть готов к такой деятельности с моральной точки зрения, на том, что должна быть готова семья. И при этом я, конечно же, объяснил ему причины своего решения. То есть общение с ним на эту тему, конечно, было. И он тогда меня поддержал и пожелал успехов в моем новом начинании. А какой-то был совет от Берлускони? Совет политический? Да нет. Такого не было. Все наше общение на эту тему сводилось к тому, что политика иногда бывает грязной. Насколько я готов к этому? И будет ли готова к этому моя семья? Вы сказали, попросили и приехали к Берлускони. А как вообще выглядело общение и выглядит общение с Берлускони? Это чат в WhatsApp у вас с ним. Я просто слышал много легенд, что когда, или это правда, когда Берлускони был президентом Милана, общение с футболистом было очень простое. Любой футболист Милана мог чуть ли не позвонить Сильвио. Это правда? Такой проблемы не было никогда. Когда футболисту нужно было пообщаться с президентом, не было никаких сложностей в этом. Милан всегда был таким клубом и придерживался такой политики. Я уверен, что сейчас аналогичная ситуация. Что единственное, над чем нужно думать футболисту, это то, как ему тренироваться и играть в футбол. Как ему стать успешным футболистом и как использовать вот этот свой талант. Такие были созданы условия. Такая была политика со стороны руководства клуба, что единственное, о чем должен был думать футболист, это только футбол и то, как стать в нем максимально успешным. Но при этом общение с Берлускони, обращение к ним с просьбой, с этим никогда не было проблем. Вы сказали, что Берлускони был еще и остается еще бизнесменом. Вы когда с ним разговаривали, предлагали ему инвестировать в Тбилиси? Я не общался с ним по инвестиционным вопросам. Он сейчас, как и всегда, активно погружен в политику. И я хочу пожелать ему там успехов от всего сердца. Каха, за нами ночной Тбилиси. Очень все красиво. Насколько я помню, вы ходили на выборы с идеей ночного Тбилиси. В чем заключалась эта программа? Это было новшество и очень важное направление с точки зрения развития нашей ночной экономики. Эта тема очень популярна у нас в столице. И я хочу заметить, что наш город мало того, что очень красивый и привлекательный для туристов, он еще и очень популярный в Европе по части электронной музыки. Соответственно, поддержка и развитие этого направления, то есть всего того, что относится к ночной экономике, развитие кафе и баров, поддержка ресторанов и какие-то другие программы, связанные с этим, это все очень и очень важно. К сожалению, у нас были очень тяжелые два года, я имею в виду пандемию, когда все было закрыто и людям даже не разрешалось выходить на улицы. Но сегодня совсем другая реальность. Город живет, город живет обычной жизнью, он загружен. Соответственно, и в рамках этой программы было реализовано очень много проектов, чтобы вернуть и поддержать эту жизнь. Понятное дело, что в пандемию очень многие кафе, рестораны, клубы, которые были одними из лучших в Европе, они столкнулись с очень большими трудностями. А для нашей столицы, которая всегда славилась клубной электронной музыкой, это особенно тяжелый удар. Ну а теперь это уже старый, добрый, классический Тбилиси, непосредственно в центре, где, конечно, самое главное вино, вкусная еда и музыка. Ее тоже очень много. Собственно, вот сейчас так выглядит ночной Тбилиси для таких обычных туристов. Не какая-то потусовка большая, где в центре не молодежь, а вот так просто прогуляться по этой улочке, где огромное количество ресторанов, где огромное количество музыкантов, ну и, конечно, огромное количество вина. Я смотрю, у вас какой-то погреб, да, сумасшедший, 17 века. 17 века. Что здесь написано? Можно купить счастье, но можно купить немного, что в принципе одно и то же. Ну отлично. Давайте меня чуть-чуть более счастливым сделайте, хорошо? В Грузии же главное красное вино, правильно, насколько я по-не помню? Да, оно у нас также есть. С подачи Леонида Парфенова у нас омбер вайн, ордж вайн появились, ну такие терпкие. Я люблю вино, разное, из разных стран, но раз я в Грузии, вот сделай так, чтобы я, как армянин, я люблю очень армянское вино, если бы я сказал бы, в Грузии вино лучше, чем в Армении. Попробуйте так сделать, хорошо? Без проблем. Прикольное место. Как-то неожиданно, просто реально не договаривались, не то, что мы тут спродюсировали эту встречу, вообще случайно совершенно, просто гуляли и зашли, нас так тут встречают. Когда-нибудь пробовали хих? Нет. Так это оранжевое, или что это? Это эмбер. Ну вообще для нас это белое. Белое вино. Но цвет явно не белый. Да, за счет того, что породило с косточкой со жмыхом. А, понял. За счет этого, прежде всего, то есть европейцы, они используют только сок из винограда, используют все. Понял. Пробуем грузинское вино, белое. Правильно вообще, чтобы вы знали, что такое ароматы, и вообще, с одной стороны, то есть одно мазгро, и другое. Даже, блин, такие традиции не знал. Да, ну. По-другому раскрываю. Если вы любите белое, сухое, тонинное, терпили. Очень вкусно. Да, очень вкусно. Хотите, мы вам дадим натуральную чачу? Ну да, сейчас пробую тоже. Ну раз уж зашел в погреб 17 века, то сейчас, ребят, выпьем же чачу? Конечно. Обращайся к нашему чачу. Да? Все, отлично. Ты же знаешь, что у нас здесь не красный вин. А что? Черный. Черный? Грузинский язык, черный. Черный вин, да? Вот офигенная. Да. Примерно офигенное вино. Да. Я бы тебе плохое не дал. Да я понял. Саперави, Будды шури. Будды шури. Давай чачу. Попьем чачу, я уже окончательно пойму, что я, да, трешет. Я уже пойму совсем, да, что я в Тбилиси свой, когда выпью чачу. Мобиль, как-то вот усталость у тебя под конец дня ушла. Да, усталость ушла. Улыбка появилась. Усталость ушла, как только мы зашли сюда. Это реально, настоящий погреб. Офигенно тут прохладно. Я сегодня везде не сказал прохладное место в Тбилиси. Было очень жарко в Тбилиси. Все нас спрашивают, когда заходят здесь, остаются на очень долго. Особенно днем. И все пьют, пьют, пьют. Перед застолью, чтобы прогреть печень. Печень думает, сейчас начнется что-то очень серьезное и готовится к этому. А мы после этого сухое белое. И очень легко. А, да ладно. И таким образом можно обхитрить печень. Ну что, ребят, выпью чачу. Сейчас тоже отключим камеру, потому что ребят тоже так смотрят, кто снимает, что тоже хотят выпить чачи. Поэтому давайте, ребят, бросайте камеры. Гау Марджос. Как? Гау Марджос. Гау Марджос. Гау Марджос. Гау Марджос. Все, давайте. Самой вспоминающейся частью недавней церемонии вручения золотого мяча стал момент, когда Карим Бензима пригласил на сцену свою маму и произнес очень трогательную речь про нее. Мама Карима одна из причин, по которой Бензима вообще попал в большой футбол. Один очень показательный пример. Когда в детстве Кариму не с кем было играть, мама остановилась в ворота, чтобы ее сын мог отработать дальние удары. А вот что еще Бензима рассказывал в одном из интервью про вклад мамы. Больше всего мне помогала мама. Отец был художником и много работал вне дома. А мама должна была ухаживать за семью детьми, ей было тяжело. Тем не менее, она следила даже за мельчайшими деталями. 27 ноября в России отмечают День Матери. Даже если ваша мама сейчас находится далеко от вас, ее легко поздравить и порадовать через Marketplace Flow Wow. Там можно заказывать цветы и другие подарки, косметику, живые растения, десерты и даже украшения. Flow Wow отличный вариант не только для поздравления мамы, но и когда хочется сделать приятно еще кому-то из близких или что-то заказать себе. Приложение работает уже в тысячи городах по всему миру, а товарные категории постоянно пополняются. В прошлом году я уже отправлял цветы через Flow Wow своей маме, а теперь насало время для нашего оператора. Саша Демочкин работает с нами всегда и везде. Давайте отправим его маме в букет. Я думаю, что Саше будет приятно. Правда, Саша? Да. Так, заходим в приложение Flow Wow. Саша, скажи, пожалуйста, какие цветы любит твоя мама? Я думаю, какие-нибудь нежные и яркие цветы. Отлично. Тут огромное количество вариантов. Заходим в подарки. Вот есть специальный раздел авторские. И вот, например, прекрасный выбор. Мне кажется, Pink Flowers. Саша, подойдет? Смотри. Да, супер. Заказывай. Все, отлично заказываем и отправляем букет маме Александра. Как ее зовут? Надежда Владимировна. Надежда Владимировна. Для вас букет от Flow Wow и от Саши. Еще несколько причин, чтобы пользоваться в таких случаях именно Flow Wow. Первое. Магазин всегда прислает фотографию с заказом перед отправкой на одобрение. Второе. В некоторых случаях доставка занимает от 15 минут. Третье. с магазином можно связаться во встроенном чате и обсудить все важные детали. Ну и, наконец, всем постоянным пользователям сервиса начисляются акции и бонусы, которыми можно в будущем оплачивать до 100% стоимости заказа. В описании под видео промокод НОБЕЛЬ10 со скидкой 10% на все категории во Flow Wow. Переходим и радуем своих близких и по календарным поводам, и без поводов. Откуда вообще в Тбилиси такая любовь к электронной музыке? Где корни? Ну, последние годы эта культура получила особенно сильное развитие. Конечно, это заслуга молодежи, вот того нового поколения, которое и запустило это движение. Создало в столице очень яркие, успешные, по-настоящему культовые клубы. Я еще раз повторюсь, до пандемийных проблем это были места, которые входили в число самых популярных мест в Европе. Немножко информации, как, а то, что я нашел. Во время пандемии мэрия выделила 2 миллиона лари в помощь ночным клубам. Это была ваша инициатива? Это ключевая отрасль, получается? Да, 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 да. Как раз таких заведений и касался наш проект о ночной экономике, о которой мы говорили ранее. Делалось это для поддержки по выплатам зарплаты и арендных платежей. И такая помощь была очень важна для того, чтобы в период сложной ситуации с пандемией у них была возможность не закрывать и не сворачивать свою деятельность. Кахов, в 2018 году была очень известная история, многие ее освещали, рейд ночных клубов, борьба с наркотиками. Это прям были протесты, если не ошибаюсь, в Тбилиси. Давайте вспомним, вы о том рейде вообще знали? То, что тогда произошло, я не имел никакой информации об этом. Все узнал из телевизионных новостей и могу сказать, что это было большой ошибкой. Потому что, несмотря на то, что борьбу с наркотиками я всегда буду поддерживать и всегда буду пропагандировать здоровый, спортивный образ жизни. И, кстати, мы в мэрии реализуем много проектов для пропаганды здорового образа жизни. Но при этом бороться с распространением наркотиков, организуя рейды по клубам, я думаю, такого не должно происходить. Здесь требуются другие методы воздействия. Нужно информировать население, давать больше информации по этой теме. Поэтому я считаю, что все произошедшее по отношению к клубам здесь было ошибкой. Но, насколько я помню, буквально на следующий день прям были огромные митинги в Тбилиси. Чуть ли не с разных стран приезжали люди, европейцы, в том числе, дабы против этого митинговать. Это вообще для Тбилиси нормально, когда люди просто выходят сразу на митинг и такая публичная происходит история. Вы, по-моему, тоже на этот митинг приехали, если не ошибаюсь. Да, очень много народу вышло на тот митинг. Причем особенно молодежи. Да, у людей было тогда ощущение какой-то несправедливости и незаконности. И министр внутренних дел тогда пришлось выйти к митингующим и принести свои извинения в связи с этим. То есть для Грузии, для Тбилиси это нормально, когда может власть извиниться перед народом. Ну, вы же понимаете, мы политики тоже обычные люди. И мы тоже периодически допускаем ошибки. Поэтому пускай никто не думает, что кто-то на этой должности остается потому, что или просто незаменим, или потому, что вообще не допускает ошибок. Такой подход и понимание дела, на мой взгляд, просто невозможно для человека. Тем более, если ты с таким мышлением занимаешься политикой, то ты, получается, обречен на поражение. И признать это в этом ведь нет ничего постыдного. Наоборот, я думаю, это очень значимо для политики и для людей в ней. Но вот именно говоря о ночном Тбилиси. Вы часто ходите куда-нибудь в ночное время суток? Я не знаю, в ресторан, в бар? Вот лично вы. Потому что я знаю, что Милан, в свое время, когда вы играли в Милане, футболисты были очень популярны. Они ходили в Голливуд, разнообразные бары и так далее. Ну, естественно, сейчас у меня довольно своеобразный образ жизни, учитывая должность, которую я занимаю. Но и посетить кафе или сходить поужинать в какой-нибудь ресторан для меня никакой трудности не составляет. Можно сказать, что для меня это тоже ежедневная рутина, обычная часть жизни, как у всех. То есть в этом плане все демократично? Легко могу приехать в Билиси как-нибудь, пойти в бар и за соседним столом как Каладзе. Да, легко. Легко. Отлично. Георгий, а что касается непосредственно Каладзе, как давно ты с ним дружишь? Я с ним дружу с Динамо Тбилиси. И оттого наша дружба очень много лет уже. Это какой год? Сколько вам лет было? Мне было 17, ему было 16-15 в Динамо Тбилиси. А потом мы разъехались, он поехал в Динамо Киев, я в Аланье. А потом после Аланьи я поехал в Динамо Киеве. И вместе играли. Забудь, что ты дружишь с Каладзе. Да. Что он сделал для Тбилиси хорошего? Как мэр? Как футболист? Как мэр? Как мэр. Ну, я думаю, что он лучший мэр города Тбилиси. Почему? Объясни. Он очень много сделал для Тбилиси. Много хороших зданий построил. Много ремонтирует старые улицы, заброшенные здания. Как мне старое поколение говорит, что он лучший мэр. Ты, конечно, коренной Тбилиси, это твой район, но очень-очень узкие улицы у вас здесь, конечно. Ну да, это претензия к коммунистам. Коммунисты построили. Это коммунистам претензия? Старые улицы эти построили коммунисты. Но здания смотрите, красивые некоторые. А Калаз не может шире сделать эти улицы? Ну, Калаз не может убрать, жители живут. опять-таки, это Кавказ, но при этом последние годы в Тбилиси, по-моему, два раза проходили гей-парады, планировались. Вот как относятся местные к этому? Не, вы ошибаетесь. Гей-парады здесь не проходили. Хотели проводить, но не вышло. Люди вышли, и чуть этих людей. Да, я не хочу грубой форме говорить. Как сказать, если бы не полиция, наверное, плачевные ситуации были бы. Но ты как тбилисец, как к этому относишься? Вот к тому, что город становится таким, знаешь, отрицательно. Какие гей-парады? Здесь мы находимся на Кавказе и в Тбилиси. Это для меня красные линии. Конечно, нет. И не может быть. Кто, наверное, думает, что здесь будут проводиться гей-парады, глубоко ошибаются. И это не случится. Ты, как житель Тбилиси, друг Каладзе, свои мысли доводишь до мэра? Вот говоришь, что ему, Каха, нельзя здесь проводить гей-парады. Мэр города Тбилиси Каха-Каладзе лучше знает, чем я. Но ты против? Я против, конечно. И масса, не то, что я против. Масса жителей Грузии это против. 95 процентов. Я передал свою позицию и в большей части даже позиции общества в этом вопросе. Мы демократическая свободная страна, в которой мы вожаем любое мнение. Любой взгляд на вещи. Конечно, существуют люди особой ориентации в стране, в нашем городе. Их никто не преследует, никто не оскорбляет. Они спокойно себе живут. А отношение к этому вопросу, путь, по которому они идут, это сугубо их дело. они спокойно живут и являются членами этого социума. Но, когда ты выходишь с этой позиции на улицу и пытаешься это навязать кому-то или распиарить, для меня лично это неприемлемо. позиции общества и общественное настроение по этому вопросу аналогичны. И знаете, это же не только у нас в Грузии. Это везде. Я 10 лет жил в Италии. И везде одинаковое настроение к этому и одинаковые отношения. Их никто не выгоняет, их никто не ущемляет. Они спокойно живут, спокойно работают, спокойно перемещаются. В том числе и в кафе, и в барах никаких проблем нет. Каха, а где давление больше? В футболке Милана или в кресле Мэра? Знаете, в обоих случаях ответственность очень большая. Мы все прекрасно понимаем значимость футбола в Италии. Просто посмотрите на СМИ, какое там количество спортивных каналов, газет, какая у них аудитория. И там очень много всегда говорят про футбол. И когда ты играешь в футболке Милана, команды с такой богатой футбольной историей, конечно же со стороны прессы, медиа, болельщиков, ты испытываешь огромное давление. Все ждут максимум, и все ждут только побед, в том числе и в Лиге чемпионов. И эта часть моей жизни, этот спортивный опыт мне и сейчас очень сильно помогает, ведь в политике то же самое. Огромное давление, огромная ответственность. И здесь тоже, как есть люди, которые тебя поддерживают, которым твои успехи всегда заставляют радость, которые благодарны за выполненную работу. так же есть и представители оппозиции, которые постоянно пытаются найти изъян во всем. Так что это действительно огромная ответственность, быть мэром полутора миллионного города. Но при этом я хорошо знаю, что нужно моему городу, что нужно нашим людям, что Тбилиси стал лучше, чем есть сегодня, лучше, чем он был вчера или позавчера. Мы реализовали очень много хороших проектов, очень много полезного сделали для нашего города с 2017 года. И я очень горжусь этим, как мэр, как житель Тбилиси и как гражданин своей страны. Хотя я признаю, что у нас по-прежнему много проблем, но мы не боимся этих трудностей и испытаний. Потому что рядом со мной, в моей команде, реально компетентные люди, которые готовы и могут изменить город, которые могут решать все встающие перед нами вопросы и задачи. Ках, а были люди с предубеждениями, которые сомневались, что футболист может стать мэром? Да, конечно. Были такие настроения у людей. Я очень хорошо помню, когда мы выиграли выборы, премьер-министром стал господин Бедзина Иванишвили. И когда он меня выдвинул на пост министра энергетики и на пост вице-премьера, сразу же пошло давление со стороны средств массовой информации. И как раз на той пресс-конференции был задан вопрос о том, что может сделать Каха Каладзе, у которого нет опыта работы в энергетике и при этом нет опыта работы в политике. И господин Бедзина ответил, дайте ему немного времени, и Каха Каладзе станет одним из лучших. Для меня его слова были такой мотивацией, такую силу мне придали. Я каждый день думал, как не подвести мою команду, моих избирателей и тех, кто за меня болел в этом деле. Как сделать так, чтобы действительно стать лучше. Естественно, я в первую очередь собрал вокруг себя грамотных специалистов. И я считаю, это одним из главных достижений. То, что мы сделали в энергетике в Грузии за четыре года столько, сколько не было сделано с момента развала Советского Союза. Мы тогда построили очень много гидроэлектростанций, очень много теплостанций, линии электропередач. Это были, наверное, самые продуктивные четыре года для грузинской энергетики. Что, конечно же, не может не вызывать чувство гордости у меня. А еще я рад, что продал надежды всей моей команды, премьер-министра, и сделал все для нашего успеха. В твоей голове пропорции тех, кого удовлетворяет работа Каладзе как мэра, и тех, кто недовольны, какая? Ну, как всегда, если что-то люди делают, то все-таки остальные хотят, чтобы они делали еще больше. Я сам сторонник того, что нормально все. Но есть у меня друзья, которые говорят, что нет, это вообще не мэр, это так нельзя работать, что-то такое. Все же здесь занимаются политикой, и это понятно, потому что страна маленькая, и, в общем, все у всех касается. Все так или иначе, ну, не то, что завязаны на каких-то политических движениях, но выражают чьи-то, опять же, интересы. Только что тут была история с захватом заложников в банке в Кутаисе. Вот это вот типично по-грузински, когда террорист говорит заложнику, давай, позвони в полицию, и диктуй ему свои условия, и говорит, давай, пусть мне дадут два миллиона лари через три часа. Он говорит, зачем через три часа? Я не буду с тобой здесь три часа сидеть. Вот по-грузински вот так все вопросы решаются. И люди к этому привыкли, люди так живут. Ну, с другой стороны, вот, ну, вот, понимаешь, ты вопросы задаешь, вот чуть-чуть это другая плоскость. Хотя, я думаю, ты должен знать, как. В Скаладзе наш товарищ, и мой начальник, собственно, Кирилл Дементьев ходит в баню, в спортзал каждую неделю. Там никакой, ни охраны, ничего. Если что, мне, допустим, не нравится, что делает кабал, я попрошу Кирилла ему сказать быстро. Он ему скажет там спокойно за тренажером, и, а тот скажет, а, ну, так он об этом не думает, а я потом ему передам, что он об этом не думает. Ну, вот на таком уровне это решается. Здесь такая свобода получается. То есть мэр, он доступен и для тебя, и для любого гражданица. Если что-то мне совсем не понравится, я сам пойду в этот зал, хотя я не люблю ныриться, сам ему скажу. Да, да, но так всегда и жили люди в Грузии. Ну, и вообще на Кавказе, я думаю, везде. Вот, видишь, вот пришел пацан, да, и что мы записываемся, и мы совершенно неважно. Ну, ходит, да, спокойно поздоровался. Молодец. Такая свобода. Ну, конечно, конечно, да, это здорово на самом деле. Вот опять же, понимаешь, вот Ельцин когда-то играл в демократию, ездил в Кремль на автобусе с метро молодежки. Ну, да, молодец. Но это он демонстративно сделал в шесть, по-моему, раз или восемь, там, не помню, считали люди. А здесь это норма жизни. Миш, ну, вот ты живешь в Тбилиси. Вообще, насколько важна для такого простого жителя города фигура мэра? Или мы преувеличиваем, что, мол, мэр Тбилиси Кавадзе? Вам, наверное, вообще без разницы? Ну, не без разницы. Мы можем гордиться, что у нас мэр, человек, который в матче с Италией забил два гола в свои ворота. Это уникальный случай в истории футбола, и больше ни у кого такого мэра нет. Но вот помимо того, что он такая публичная фигура, в принципе, ну, оцениваешь же не его конкретные действия, а действия аппарата. И вот в этом, между прочим, очень большая разница. Я же сравниваю с Россией, где я 55 лет прожил, и здесь нет. Здесь государство и вообще любые органы власти не воспринимаются как орган подавления, как орган, ну, какого-то контроля, да, а просто вот они что-то, ну, они контактируют с людьми, они должны что-то делать для людей. Здесь нет такого, что мы, ну, даже оппозиция, да, вот мы не, мы просто выступаем за немножко другую политику, да, но ты понимаешь, что ты выступаешь, тебя не заберут никуда, тебя не это самое, ты, это на дискуссионном уровне, как между соседями. Хорошо, что Каладзе мэр, хорошо, что они такую фигуру выбрали. Поскольку страна еще спортивная, кстати, опять же, в отличие от России, то это очень серьезно. И не один Каладзе же мэр, а многих выбирают, там, борцов олимпийских, чемпионов выбирают, там, губернаторами областей, там, все нормально в этом. То есть, табилисты воспринимают Каладзе не как какого-то руководителя, босса, а как просто, ну, Здесь нет вообще восприятия политики, как политики здесь. ну, да, да, а именно, ну, твой начальник, допустим, вот он построил велодорожку, а ты ему говоришь, а зачем ты на Чевчевадзе построил велодорожку, она там не нужна, построи там. Ну, вот это абсолютно бытовой уровень, не политический. Нет такого, что ты думаешь, что над тобой, там, такая власть, такая. Это принципиальное, действительно, отличие, и, может быть, оно генетическое у грузин, не знаю, но, может, это вот сформировалось сейчас, уже после Советского Союза, но, но оно есть, и оно очень ощущается. Что должен сделать Кавадзе, чтобы жители Тбилиси получили еще больше комфорта? Вот на твой взгляд. Взять к себе в управление людей, которые разбираются в градостроительстве, разбираются в, ну, таких вещах, как Тбилиси. Тбилиси очень туристский город стал за последнее время, и это тоже надо учитывать. Ну, вернее, как раз вот это, может быть, и учитывается, но туристам здесь хорошо, ты сам сказал, но надо что-то думать, как местным жителям. Опять же, я не хочу никого не критиковать, не упрекать, он что-то делает в меру своего разумения, но если бы было больше специалистов в его окружении, это было бы замечательно. Он просто публичная фигура, он и не должен быть мэром в прямом смысле, что не должен этим заниматься. Я поэтому и говорю, что главное окружение, главное, какие специалисты работают в этой сфере. И вот их как раз отбирать надо не по политическим мотивам, каким-то принадлежность к партии или что-то еще, а именно, кто чего может конкретно сделать для города. Вот в этом смысл. Давайте вернемся к энергетике. Ставь министром, у вас была зарплата, по-моему, 8,5 тысячи евро для долларов. И, насколько я знаю, вы все давали на благотворительность. Ставь мэром Тбилиси, что вы делаете с своей зарплатой? Ну, я продолжаю работать в том же ключе. Зарплату ни разу не брал. Все деньги, которые мне начисляются, идут на помощь нуждающимся и их семьям. И помимо этого, я всегда стараюсь протягивать руку помощи этим людям в рамках своих возможностей. С Божьей помощью я стал успешным и востребованным футболистом. И у меня до сих пор есть возможность жить свободно, не зависеть от зарплаты и иметь возможность направлять получаемые суммы тем людям, кто испытывает трудности. А какая сейчас зарплата у мэра Тбилиси? Сейчас она составляет вроде 5000 лари, верно? Это не маленькая зарплата для мэра? Это получается примерно 1800 долларов. Ну, исходя из социально-экономического положения в стране, думаю, это нормальная зарплата для мэра. Тут ведь главное всем сердцем работать на благо своей страны, своего народа. И важно, чтобы те сотрудники, которые работают не покладая рук, имели больше достатка, больше возможностей, чтобы они могли сконцентрироваться на развитии города, чтобы могли лучше думать о завтрашних потребностях не только города Тбилиси, но и всех его жителей. Кахан, меня спугала такая история, если у мэра 1800 долларов, да, 2000, то сколько у обычно сотрудников мэрии? Это не самые большие деньги, учитывая мир, да? Я не думаю, что условно в мэрии Нью-Йорка, Милана, Парижа и так далее, больших городов, столиц, такие зарплаты. Как сделать так, чтобы лучшие кадры, лучшие сотрудники работали в мэрии, они пошли в частные компании или вообще уехали в Европу, в Америку? Это серьезный вопрос. Очень серьезная конкуренция в этом смысле составляет бизнес. Достаточно частое явление, когда успешные кадры переходят в какие-то бизнес-структуры, бизнес-сектор, это представляет собой большую проблему, да? К людям здесь претензий быть не может, потому что, разумеется, каждый старается создать более комфортные финансовые условия для себя. Так что точно могу сказать, что это серьезный вопрос. Хотя, мне кажется, мы не должны сравнивать себя с какими-нибудь передовыми европейскими странами, как Франция, Италия, разные другие. И мы развивающаяся страна. И еще раз подчеркну, исходя из нашего социально-экономического развития, конечно, зарплата мэра, на мой взгляд, нормальная. Но при этом я бы хотел, чтобы рядовые сотрудники мэрии имели больше возможностей. Как я знаю, что у вас была крутая коллекция машин. Так я читал. И даже слышал, когда в Киеве приезжала Ламборгини, все знали это Каладзе. Что случилось с вашими машинами спортивными? Знаете, у меня всегда был интерес к машинам. Особенно, когда я был молод. И правда, у меня было довольно много автомобилей. Это было моим, не знаю, хобби, особая любовь к машинам. Да, конечно, с возрастом эта увлеченность автомобилями несколько угасла. Тем более, сегодня нет ни времени, ни возможности поддерживать это хобби. Назовем его так. Хотя сейчас, сегодня мне тоже нравятся машины. Что касается моей коллекции в Италии, то когда я уже возвращался в Грузию для запуска своей политической карьеры, мою коллекцию автомобилей пришлось продать. Продать сторонней компании, так как, собственно, жилья в Италии у меня уже не было. И поэтому иметь оформленные на себя автомобили я уже не мог. Как? Ну, самая крутая машина в вашей коллекции? Какая была? Эксклюзивная? К каждому автомобилю у меня было особое отношение. Хотя среди спортивных авто я бы отметил Porsche Carrera GT. Сегодня у меня тоже есть Porsche, которого мне абсолютно хватает, чтобы в свободный день, если есть возможность, куда-то прокатиться. В остальных случаях я по городу перемещаюсь на электросмарте. Он очень комфортный, очень удобный. И вообще маленькая машина очень удобна для парковки в большом городе и для каких-то частых поездок по нему. Ну и возраст. Возраст тоже имеет значение. Плюс занимаемая должность. Ну, вы понимаете, все вместе. Каха, я вот два дня с вами, и пока не вижу охрану у вас, если честно. И вы сейчас подъезжали, я не видел машин с мигалками. Обычно, ну, так принято, что обычно политики, мэра, они перемещаются вот так. Ну, скажем так, в странах бывшей СССР. У вас какой есть райдер? У вас есть охрана, машина с мигалкой? Охрана, да. Охрана есть. Это нормально для человека, занимающего должность, которую занимаю я, хотя я и до этого пользовался услугами персонального охранника. Большая трагедия, которая случилась в моей семье, когда моего брата похитили и убили. После этой трагедии я перемещаюсь в сопровождении охраны. Хотя я очень стараюсь, чтобы этих людей не было видно, чтобы не создавать определенный дискомфорт с жителем Белиссии и вообще людям, которые хотят подойти, взять автограф, сфотографироваться или просто пообщаться. Как ваш сын зовут Ливан, если не ошибаюсь? Он знает, через кого его назвали? Да, конечно. Он знает, что носит имя своего дяди. На эту тему мы не раз разговаривали. Он задавал очень много вопросов, и я много ему рассказал и объяснил. Вы выяснили итоги той истории? Это было очень тяжелое время для меня, для моей семьи. Это трагедия, которая всегда будет в моем сердце. Что касается самого факта, поначалу были непонятные мотивы, но потом они прояснились. Это было похищение с целью выкупа. Вот из-за этого и произошла эта трагедия. Но на данный момент в стране таких случаев к счастью нет. Грузия – это безопасная территория, где наши полицейские ценой своей жизни защищают своих граждан, и это очень важный для нас момент. Каха, а в вашей семье у вас прекрасная семья, дети. Вы скажете, вы детей воспитываете, вы все же жили в Европе, воспитываете вот в таких кавказских традициях или все же больше в европейских? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень счастливый человек и горжусь тем, что у меня такая семья. самая большая ценность для меня – это моя жена, мои дети. Что касается моих детей, они растут в Грузии. Конечно, воспитывать детей в грузинских традициях, в нашей культуре – это очень важно. Все это нужно знать моим детям. Но и развитие, и их будущее – это тоже не противоречит друг другу и должно гармонично сочетаться. А воспитание? Воспитание какое больше здесь? Классическое грузинское или все же больше европейское, такое итальянское? Ну, мы часть Европы. Мы считаем себя европейцами. И, соответственно, наши взгляды и наше будущее, как мы считаем, это семья, которая называется Евросоюз. Потому и мои дети, наши дети, и живущие в нашей стране молодежь и будущее поколение смотрят и стремятся в Европу. Кавадзе – это великий грузинский футболист. Ты – большой российский комментатор. Я хочу именно о футболе поговорить. Ты, Кавадзе, сейчас представил, что человек забил два мяча в свои ворота в матч против Италии. И как так? С пренебрежением сказал? Ну, это я пошутил, на самом деле. И такой факт имел место просто. И всем болельщикам смешно его вспоминать. Поэтому вот мы и вспоминаем. Но на самом деле Грузия, при том, что очень спортивная страна, все-таки пока очень мало. людей играли в топ-чемпионатах. Для футбола, я думаю, именно для футбольной культуры важно, если ты в топ-чемпионат попадаешь и там удерживаешься и играешь на достаточном уровне. Кстати, их и в России мало, и в Украине мало. Так, на вскидку. Ну, в Грузии таких людей вот сейчас хвичат в Кварацхеле. Вот если его выберут мэром, президентом, там, кем угодно, я совершенно не удивлюсь. Причем завтра, если назначат мне очередные выборы. Расскажи нашей видел Каладзе как футболист. Ты его комментировал много раз в свое время. Каладзе футболист, это кто? Хороший защитник, на самом деле. Другое дело, что тогда еще время было такое, что ему, я помню, как-то наш друг Миша Санадзе с ним поехал в Милан делать интервью и говорил с ним про сборную Грузии. Он очень переживал, потому что сборная Грузии там многие матчи продавала. И это было очень тяжело ему, вот как мне, Миша Санадзе рассказывал, что он прям вот говорит, я тебе вообще всего не могу сказать. И понимаешь, вот у него был такой перепад, то есть он возвращается в этот коррумпированный футбол сюда на матчи сборных, а потом едет туда, и ему надо играть на топ-уровне. А как описать игру защитника, на самом деле? Был хорошим защитником. Я не знаю, что ничего выдающегося он не сделал, но для защитника это и не надо. Вы сказали, что приехали в Киев, это был другой мир, жесткий Лобановский, сложная команда, конкуренция. Вы приехали в Милан. Суперзвездная команда. Ваша первая реакция? Ну, очень сложно было. В том плане, что пришлось тренироваться с людьми, которые были кумирами моего детства. Те же самые Мальдини, Костокурта. Но мне очень помогла та атмосфера команды и та политика клуба, о которых я уже говорил. Такой дружеский подход. Кроме того, Андрей Шевченко, который перешел в Милан за год до этого и провел очень успешный сезон, он очень сильно помог мне влиться в так называемую семью Эйси Милан. Конечно, первые дни там были полным шоком. Хотя, честно говоря, шок я испытал сразу же. Как только мне сказали, что я поеду в Милан и надо будет подписать с ним контракт. Мне предложили соглашение сразу на пять лет. Естественно, успех Андрея тоже ускорил этот трансфер. Но при этом я хочу заметить, что ничего не давалось легко. И на каждой тренировке приходилось доказывать, что ты являешься одним из лучших. А для защитника это еще сложнее. Тем более в Италии, где защите всегда уделялось особое внимание. Ведь в Милане играли лучшие игроки сборной Италии и всего мира. И мне приходилось с ними конкурировать. Приходилось доказывать тренеру, что я лучший, и что я заслуживаю играть в основном составе. Я слышал, не знаю, правда или нет, что ключевую роль сыграл Резо Чуханалидзе вашему трансферу. Конечно, Резо был одной из очень влиятельных фигур в Милане. С его участием и при его поддержке состоялись оба трансфера. И Андрея Шевченко, и мой. Но при этом важно также отметить и роль Адриана Галлиани и Ариэда Брайда. С помощью этих людей в Милане оказались и Шевченко, и я. Мы с Резо до сих пор поддерживаем связь, дружим до сих пор. Он очень важный человек в моей жизни, и я пользуюсь моментом, хочу еще раз поблагодарить его за то, что он сделал для меня. За ту возможность, которая появилась в моей карьере именно благодаря ему. Каха, я слышал, что у вас тоже был в Милане свой ресторан. Откуда такая мода? Почему все игроки того Милана обязательно открывали в городе ресторан? Да, такое решение мы приняли вместе с моими друзьями. Был такой ресторан, один из лучших в городе, с большой историей, с большой репутацией. Назывался он Джанино. Но этот бренд был забыт. Да, у него было очень богатое прошлое, и он принадлежал одной семье. Мы с моим другом, который как раз занимался ресторанным бизнесом, решили выкупить этот бренд и сделать этот ресторан одним из лучших в Милане. Я это рассматривал исключительно как бизнес, и без привлечения скажу, что то заведение, которое мы открыли, оно стало одним из лучших. Каждый вечер в нем можно было увидеть представителей бизнеса, футболистов, каких-то других спортсменов, топовых журналистов. Он всегда отличался высоким уровнем обслуживания, и наш ресторан действительно стал одним из лучших. Туда было невероятно трудно попасть, а если получалось, ты попадал в окружение очень успешных людей. А с точки зрения вот именно имиджа, внешнего вида, это на вас так Италия повлияла, или может супруга? Знаете, особое внимание этому я не уделяю. Я свободолюбивый человек, а так как я ежедневно живу в таком напряженном рабочем режиме, то стараюсь всегда ходить в одежде свободного стиля. Что касается моих предпочтений и вкуса, то в этом плане, конечно, Италия повлияла в положительном смысле. Как этот лук? Для совещания в мэрии или это просто такой вечерний наряд? Нет, это обычная, повседневная рабочая одежда. Ну вот, например, сегодня никаких официальных мероприятий у меня не было, не было встреч с членами правительства, так что это обычная, ежедневная одежда, в которой я прихожу на работу. Каждый день я выхожу в город, общаюсь с населением, контролирую рабочие моменты и так далее, так что стараюсь одеваться свободно. А шоппинг в Тбилиси делать или в Милане все же? На шоппинг я много времени не трачу. Я чаще заказываю что-то нужное через интернет. Не знаю. В Грузии? В Грузии тоже покупаю вещи. Ничего особенного. Я слышал такая версия, слухи, что вы в прошлом году или позапрошлом году, общаясь с Мальдине, предлагали, чтобы Милан рассмотрел Хвичу. Курасхелию. Это правда? Да. У меня была такая возможность посоветовать Хвичику Курасхелию в Милан. Хотя параллельно и с руководством Наполя было общение. Дженаро Гатузо был тогда главным тренером. Я с ним, конечно, общался. Еще общался со спортивным директором Кристиану Джентоле. И Наполи принял окончательное решение по трансферу Хвича. А вот Милан сказал, что посмотрит его, понаблюдает. Я их могу понять. Трудно, очень трудно заплатить такую сумму за игрока, который не выступает в Лиге чемпионов. Хотя Хвича очень перспективный игрок. И у него есть все данные, чтобы стать одним из сильнейших даже на мировой арене. Каха, ну, а Мальдини вам сейчас сообщение пишет, мол, Каха, как ты мог не убедить нас купить Кварацхелию, потому что так круто играет Кварацхелия первый месяц. Нет от него сообщения, что почему ты нас не убедил, чтобы мы его купили? Милан сегодня очень хорошо укомплектован. И на этой позиции у них играет один из сильнейших игроков, это Лиао. Мне позиции Милана тоже понятны. Там сильное руководство, принимает взвешенные решения по каждому вопросу. Хотя я уверен, что Хвичи для Милана был бы одним из ключевых игроков. Но это спорт, это футбол. Наполе молодцы, они приняли решение. И я уверен, что сегодня руководство Наполе счастливо, что они рискнули и подписали Хвичи Кварацхелию. По поводу Хвичи, где потолок Хвичи? Как вы считаете, он может играть в Реал Мадрид в Барселоне? Может, как Каладзе в свое время выиграть Лигу чемпионов? Хвичи очень талантливый футболист. И у него есть все шансы стать успешным. Вырастил звездой мирового масштаба. У него есть все технические и физические данные для этого. И я уверен, что с тактической точки зрения в Италии его сильно прокачают. И, конечно, у него есть достаточный талант для того, чтобы стать победителем Лиги чемпионов. Я, как бывший футболист, естественно, желаю ему выиграть Кубок чемпионов, потому что это мечта любого игрока, любого футболиста. И я считаю, что у него есть для этого ресурс, ему это по плечу. Он очень молод, он должен продолжать работать над собой, должен продолжать делать все то, что делает сегодня, и он обязательно получит результат, успешную футбольную карьеру. Каха, он нам говорил, Хвиче, что вы ему иногда писали в директ-инстаграм после матча, когда он только-только появился. Вы сейчас как часто ему пишете? Да, я нахожу время ему писать. Мы общаемся. Я за него болел и болею по сей день. И я стараюсь его поддерживать, больше психологически, потому что, когда ты играешь в таком серьезном клубе, давление очень большое. Одни журналисты только как давят. Так что, правильная подсказка, поддержка, все это очень важно. Георгий, давай вспомним, когда Каха пошел в политику, буквально параллельно одновременно ты оказался под следствием. Это совпадение было? Не, не, никак совпадение. Каха решил, что в политике пойдет, а я сидел. У меня было шесть лет, когда они пришли и потом выпустили. Ты эти события связываешь, что пришел Кавадзе и тебя выпустили? Не, не, не был я виновным, и выпустили, решили. И как политзаключение вышел потом. Давай вспомним, за что вообще завели дело на тебя? Сел это, завели, друг позвонил, посчитали, что я человек с воровским уклоном и посадили, дали шесть лет. Это было при Саакашвили? Да, 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 при Саакашвили. Дурном. Дурном, ты его не любишь? Больной человек, да, конечно, негодяй. Скажи мне, а когда все это происходило, ты чувствовал там некоторое давление на Каладзе, например, или может быть его поддержку и смотря на давление, которое на него оказывали? Ну, как-то ваша дружба сказывалась на этом деле? Наша дружба как складывалась? Ну, когда он в политику пошел, я сидел в тюрьме. Ну, и тяжело было в тюрьме, конечно. Не дай бог, если не выиграли бы выборы, наверное, остался бы там еще на четыре года. Каладзе как-то поддерживал когда ты сидел? Конечно, поддерживал. Поддерживал. Очень много я сделал. Да, поддерживал. И отсюда тоже болели мы, все заключенные, чтобы выиграли. Ты говоришь про то, что следствие, какой-то дурной звонок, позвонили и так далее. То, что я слышал, Георгий, я не знаю, может быть, я неправильную прессу читал. Я читал про тотализатор. Вот подпольный тотализатор, что ты устраивал его в Грузии. Не-не-не-не. Было дело, такой у нас статья, воровские законы. За эту статью с пяти до восьмой было. Сейчас уже увеличили. То есть ты считаешь, что при Саакашвилице было личное отношение к тебе и поэтому несправедливое? Конечно. Заналили были в тюрьме. Именно было личное отношение к тебе? Да, тех властей. Да, тех властей. Шансов не было бы, чтобы выпустили на свободе. А почему именно к тебе? Ты футболист известный, играл в сборной Грузии, играл в европейских чемпионатах. Почему к тебе такое отношение было? Ну, там была оговорка, что, например, было бы сдавать, например, друзей, а потом после этого вышел бы на свободу. Я не сделал, естественно. И дали шесть лет. Ты не стал никого сдавать? Конечно, нет. А ты сдал бы? Сейчас Саакашвили сам в тюрьме. Да. Какие у тебя чувства? Ты злорадствуешь, говоришь, что заслужил? Или, может, сочувствуешь, потому что в тюрьме всегда плохо? Вообще, в тюрьме всегда плохо. Но, как вам сказать, наверное... Или это справедливо для него? Для него справедливо, конечно. Многих людей несправедливо сажал. Сейчас его по малье сидит. Вот справедливость. То есть у тебя к нему сострадания нет? Нет, конечно. Очень много плохого дела, потому что сострадания нет. Здесь много тех, кто смотрит русскоязычный YouTube. А вообще много стало русскоязычных в последнее время? Конечно, тысячи тысяч людей. Да? Прям много, да? Знаешь, как можно определить? Как? Цены на жилье. Посмотри, какие они были до февраля. То же самое было в Ереване. В Ереване... Да, ну я представляю. В Ереване в какой-то момент квартира стоила... Ну вот в марте, в апреле квартира стоила там тысячу долларов. Самая простая. Самая простая. Что для Еревана это вообще нонсенс. То есть там тысячу долларов не стоили квартиры в аренду в месяц. А в марте, в апреле тысячу долларов. Ну самая-самая дешевая квартира где-нибудь не в самом центре. Да. Белись так же было? Да. И к сожалению, грузины уже сейчас не могут снимать себе квартиру. Потому что многие русские... Потому что просто цены в извините есть. Ну да, да. Русские готовы, особенно айтишники какие-нибудь. Все готовы прям в доллары. Нет, мы говорим про аренду. А мы не про политику. А если хотите отдыхать, а мы про футбол. Что, что, а вы сейчас говорите о квартире. Ну а квартира, а что из такого? Квартиру. Квартира это футбол? Ну это же тоже жизнь в Белиссии. И жизнь в Белиссии это, нет? Хорошо, ладно. Не хотите, говорим про футбол. За кого болейте? Все, отдыхаем. Спасибо. Ты переехал в Белиссию в прошлом году, как я помню. Ну вот, чуть больше года я здесь, да. Но при этом в последние полгода из России сюда переехало много людей. Переехало. Скажи мне, как здесь живется русскоязычно? К слову сказать, это очень большая проблема для города. Потому что Белиссии ну полтора миллиона, но все равно это по московским, скажем, меркам или по питерским. Это город не очень большой. И когда приезжает на постоянное жительство порядка 70-80-90 тысяч человек, это все, меняется уклад. То есть и цены, и все что угодно. Проблем с русским языком ну я лично не встречал вообще никогда в Грузии, что это плохо или хорошо. Ну кто хочет говорить, говорит, не хочет, не говорит. Ну в смысле каких-то негативных моментов, опять же, лично у меня никогда не было и у моих друзей. Изменилось, я говорю, просто ценами. На жилье, например. Да, то есть я же тоже, я снимаю жилье. И если бы у меня не было прекрасных отношений с хозяином моим, бывший регбист, жена гонбалистка, все замечательно. И поэтому я могу договориться. А у кого-то цены выросли вдвое, например. Ну сколько стоит квартира? Ну я в Ваке плачу 500 сейчас. И мне еще говорят, что если бы у тебя еще лучше с ними отношения были, ты бы договорился на 400. Но год назад это была какая-то сумасшедшая цена, а я сказал просто, мне нужна ванная, вот мне нашли такую квартиру с ванной. И сейчас, вот кстати, кто будет приезжать, надо готовиться к тому, что не то, что вас будут где-то оскорблять, обижать, такого не будет в Грузии никогда, я думаю. А готовиться просто материально к высоким ценам, потому что, ну, город тоже так реагирует. В отличие от Калац. Каха, сейчас непростое время для всего мира. Как жизнь города Тбилиси изменилась после 24 февраля? Что стало по-другому в Тбилиси? То, что происходит в Украине, это очень большая проблема для всего человечества. Мы очень переживаем из-за ситуации там. Очень много людей там погибло. Огромное количество городов и деревень разрушено. Это очень тяжело. Мы знаем, что такое война и знаем ее последствия. Я знаю, что много приехало людей из России, переехала релокация, как говорят в Тбилиси. Украинцы тоже живут здесь, в городе. Как в Тбилиси, скажем так, все это переживает? Все спокойно, все нормально или бывают какие-то конфликты? Нет, конфликтов нет никаких. Очень много людей приехало из разных стран. И к этому мы всегда относимся доброжелательно, как к приезду туристов. Для нас это очень важная тема. Для экономики страны, для создания рабочих мест. И в этом плане с нашей стороны всегда можно рассчитывать на поддержку. Я знаю, что приезжие очень любят Грузию, очень любят Тбилиси, очень любят нашу кухню. Так что мы всегда будем очень рады, если к нам будет приезжать еще больше людей, будет еще больше туристов. Это очень важно для нашей страны и для нашего города. Каха, но тем не менее переезжают или переезжают? Потому что все же именно люди переезжают Грузию из России, с Украины. Это с точки зрения жизни города что-то поменяло? Да, очень много людей, целых семей переехало и осталось тут. Возможно, временно, возможно, надолго. Но что для нас важно? У нас есть своя конституция, есть наши законы. И люди, которые к нам приехали и соблюдают их, могут спокойно тут находиться. Естественно, эти люди не должны попадать под санкции и ограничения. И если они бизнесмены, то и бизнес не должен попасть под санкции. Это принципиально важно. Соответствующие органы занимаются этими вопросами достаточно успешно. В остальных случаях люди могут спокойно жить. И только если кто-то нарушает закон, то следует адекватная реакция от соответствующих органов. Украинцы могут быть в Сырии и ограничены. И они могут быть в Сахуре. Каха, можешь мне объяснить, как мэр Тбилиси? Потому что я, конечно, в восторге от того, насколько город мультикультурный. Вы сказали, что у них проблемы украинцы, из России, россияне. Я сам вижу, в Тбилиси могут легко уживаться армяне, азербайджанцы. Хотя мы знаем, какие проблемы, но тем не менее, здесь все возможно. В чем феномен в этом смысле Тбилиси? Почему так получается? Тбилиси... Тбилиси с точки зрения толерантности один из самых ярких примеров, которые мы можем показать всему миру. На протяжении многих веков люди разных национальностей строили эту страну, этот город. Я горд быть мэром такого города, в котором толерантность ценится и практикуется. в Тбилиси живут армяне, азербайджанцы, езиды, курды, украинцы, греки, евреи. Да, долгое время их предки строили и украшали этот город. В Тбилиси есть... Ну, вы легко можете увидеть католическую церковь, неподалеку мечеть, рядом синагога. Вы можете увидеть нашу православную церковь, и все это очень близко друг к другу. Вот это и есть то отношение, настроение, очарование, которое выделяет этот город. А как это все сохранить? Учитывая, какой сейчас тяжелый мир, тяжелое время и очень много конфликтов, как Тбилиси это сохранить, чтобы здесь спокойно жили украинцы, русские, армяне, азербайджанцы? Как это вы даже сохраните? Это все часть культуры, которая идет из прошлого. Мы гордимся, и я, в частности, горжусь тем, что представляю Грузию, страну, где толерантность находится на таком значимом уровне. Как ваши дальнейшие планы? Можете представить, что вы в политике надолго, например, в будущем станете премьер-министром? Я избранный мэр Тбилиси. В 2021 году жители этого города выбрали меня мэром на 4 года. И для меня это очень большая ответственность. Я влюблен в Тбилиси. И нас всегда будет связывать особая любовь, потому что корни моего успеха здесь. Здесь начался мой путь. И в свою очередь я хочу сделать так, создать что-то такое, чтобы все горожане, все будущие поколения говорили. Это сделал Каха Каладзе, это сделало его команды. И я очень много работаю для этого. Ну, а что касается будущего, я еще 4 года буду мэром Тбилиси. и ближайшее будущее, конечно, связано с ним. Ну, а ближе к концу этого срока я уже буду принимать решение, в каком направлении мне двигаться дальше. Каха, огромное спасибо. Было очень интересно, познавательно, во-первых, пообщаться с легендой Милана, потому что для меня Кальчо — это вообще другой мир, и вы всегда были кумиром, пусть играли в Милане, хотя я всегда болел и болею за Ивентус. Каха, ну и в завершении у нас конкурс по традиции. Так как вы все же сейчас мэр Тбилиси, это очень круто, я предлагаю нашим зрителям просто написать, что бы они в своем городе поменяли, какой проект реализовали, ну, реальный проект, и мы выберем 5-6 самых интересных, ну, и, собственно, все покажем, на самом деле, Кахе. Каха выберет самый лучший, и мы подарим кроссовки, которые тоже выберет Каха, потому что у него очень большая коллекция кроссовок, обуви, я думаю, что вы вкус Кахи уже оценили. Договорились? Спасибо большое, Каха. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok